визуальная составляющая один из важнейших аспектов оценки игр в погоне за славой деньгами каждый разработчик мечтает о привнесении чего-то нового и инновационного в уже существующие правила и технологии это не значит что достаточно только сделать жутко продвинутую в технологичном плане игру на самом деле она должна быть еще и симпатичной комфортной составляющей иногда разработчики об этом забывают и пренебрегают некоторыми аспектами получается мягко говоря не очень а мы рады приветствовать вас в нашей спецрубрики от x games game tv и поговорим мы с вами о графике и графических эффектах в играх моушенблер происходящее на видео должно сказать достаточно это одна из тех самых примочек которую привыкли пихать всюду и везде в гоночных играх этот эффект смотрится интересно особенно когда включается нитро но разработчики пошли дальше и пихают данный эффект даже когда мы едем на обычной скорости ну или когда просто мотаем головой туда-сюда в шутер тот самый моушенблер превращает происходящее на экране в кашу и из-за таких вещей сосредоточиться на грамотном и быстром управлении персонажем почти невозможно мы не говорим что этого эффекта вообще быть не должно просто его нужно делать в меру солнечные лучи и блики за последние несколько лет мы наблюдали как разработчики привносят в технологии игр пресловутую кинематографичность довольно разными способами но не учили одного фильмы смотрим от лица камеры как бы странно это не звучало в играх же мы представляем себя реальным человеком мы видим его глазами но не камерой видим ли мы эффект линзы невооруженным взглядом нет эффект не дает нам никакой информации об окружающем мире только вредит вашей способности видеть в игре вообще что то 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 есть мы говорим о том что в каком-нибудь game of thrones это выглядит как минимум логично и оправдано но не в играх а battlefield 4 на максимальных настройках со всеми этими bloom и motion blur превращается в кашу хроматические аберрации на самом деле все предыдущие придирки можно списать на мелкие шалости камеры а теперь представьте что камеру сломали уничтожили автофокус разобрали и снова собрали примерно такое случается со старыми камерами с искривленными линзами скажите привет еще одному новомодному эффекту суть такова при применении этого эффекта все грани объектов становятся едва различимыми и при этом еще и двоятся как будто вы смотрите 3d фильм с красно-синими линзами без очков это настолько отвратительно что при должном усердии от разглядывания всей этой картины может заболеть голова эффект зернистости этот эффект действительно придает фильму некоторую реалистичность происходящего но в играх такая система просто притянута за уши и поставлена на костыли зачем непонятно ведь эффект становится просто мешающим шумом на экране даже в тех играх которых эффект оправдан left for dead или же дайн лайт после отключения данной фичи ваши глаза непременно скажут вам спасибо к счастью функция отключения в некоторых играх все-таки присутствует за что разработчикам отдельная благодарность глубина резкости взгляните на любой трейлер batman arkham knight для того чтобы оценить суть происходящего именно там этот эффект раскрыт в полной мере только благодаря ему весь прекрасный поразительно богатый на детали игровой мир идет коту под хвост как только batman фокусируется на каком-то одном предмете да в трейлере это все выглядит красиво и динамично отчасти потому что играем не мы но как только вы сами садитесь играть практическая ценность эффекта резко стремится к нулю еще один яркий пример такой халатности карта сингапур в battlefield 4 мы даже не представляем гнев того разработчика который моделировал все детали в ангаре а всю эту красоту взяли и замылили блики да довольно часто это выглядит красиво но только потому что другого способа сообщить игроку о том что в помещении ли на локации слишком ярко пока не придумали мониторы сейчас делают очень контрастными так что если нужно сообщить что свет ослепляющий то лучший способ блики от света этот эффект тоже пихают сверх меры как это было например с bloom и hdr несколько лет назад на вскидку вспоминается недавний the evil within просто попробуйте постоять возле газовой лампы если так делал джейджей абрамс это не значит что такое нужно везде но исключение из правил тоже случаются как правило эти эффекты лишь подчеркивают геймплейные особенности игр например размытие включается тогда когда вы достали сканер для того чтобы создать ощущение еще большего риска и незащищенности также вален изолейшн неплохо реализованы хроматические аберрации и зернистость это же сделано для придания игре эффекта и атмосферы фильма 70-х the evil within же все работает именно на кинематографичность происходящего черные полосы по краям блики и даже зашумление картинки дает нужный эффект игра должна быть затертой грязной и непривлекательной так было задумано разработчиками серия шутеров метро отлично сочетает себе эффекты и давит на реалистичность то есть вы действительно ощущаете себя обычным человеком самым обычным зрением все это будет работать если использовать грамотные в меру кроме motion blur motion blur нужно уничтожить а что вы думаете по этому поводу разделяете ли вы наше мнение ну а всякое полезное интересное вы всегда можете найти на нашем сайте xgamesdefuse.com также не забывайте подписаться на наш канал чтобы смотреть новые видео вступайте в нашу группу вконтакте и ставьте большой палец вверх до встречи на xgames game tv смотрите и играйте вместе с нами